Заливка ячеек. Для этого нужно выделить те ячейки, которые мы хотим залить цветом. Например, выходные дни и на панели инструментов форматирования найти кнопку цвет заливки. По стрелочке можно выбрать любой цвет. Рассмотрим следующий элемент оформления данных. Форматирование символов в Excel. Форматирование символов – это изменение типа шрифта, размера шрифта и начертания. Команды форматирования символов находятся в панели инструментов форматирования. Эти команды очень похожи на команды в Word. Например, выделим ячейки от B2 до B4 и установим размер шрифта 12, начертание полужирный, курсив. Выделим ячейки в верхней строчке таблицы и установим размер шрифта 8, начертание полужирный, курсив. Если нам кажется, что номер по порядку эфио слишком мелкий, можем вернуть десятый шрифт. То же самое можно исправить в правой части таблицы. Также полужирным курсивом выделены порядковые номера сотрудников. Цвет шрифта можно поменять также на панели инструментов форматирования. Для этого нужно выделить ячейку, цвет которой хотим поменять, и выбрать цвет шрифта. Следующее, что нас интересует, это выравнивание текста в ячейке. Для того, чтобы выровнять данные в ячейке, нам потребуется команда из верхнего меню формат. Для начала нужно выделить те ячейки, которые мы хотим форматировать. Например, вот эти две. И зайти в верхнее меню формат, выбрать строчку ячейки. Сейчас нас интересует закладка выравнивание. Выравнивание бывает по горизонтали. В данном случае выбран вариант по центру. Это выравнивание относительно левого и правого края ячейки. Есть выравнивание по вертикали. Это выравнивание относительно нижней и верхней границы ячейки. Сейчас здесь установлен вариант по нижнему краю. Поэтому данные у нас прилипли к нижней границе ячейки. Выберем вариант по центру. В разделе отображения есть полезная функция переносить по словам. Поставим флажок и посмотрим изменения на экране. Ок. Посмотрите, данные разместились на центр ячейки. А в первой ячейке номер и индекс по порядку разместились на разных строчках внутри одной ячейки. Это произошло, потому что мы установили флажок переносить по словам. То же самое можно установить для ячейки с текстом «Другие причины». Зайдите в меню «Формат ячейки», выберите закладку «Выравнивание» и установите отображение «Переносить по словам». Ок. Теперь у нас текст располагается в две строчки внутри этой ячейки. Текст данной ячейки мы тоже можем выровнять по центру. По вертикали, по центру. Ок. Можно слегка уменьшить высоту строчки номер 6 и дальше оформим границы в нашей таблице. Для того, чтобы оформить границу, нужно первое – выделить те ячейки, с которыми мы хотим работать. Для начала выделим всю таблицу полностью. Все внутренние и внешние границы одновременно мы уже умеем устанавливать. Для этого требуется кнопка «Границы» на панели инструментов форматирования. Нажмите левой кнопкой мышки на стрелку и выберите вариант «Все границы». Теперь нам требуется нарисовать толстую внешнюю границу для таблицы. Для этого также сначала выделим всю таблицу полностью. Зайдите в меню «Формат», выберите строчку «Ячейки». И теперь выберите закладку «Граница». Здесь можем указать, какие границы нужно провести. Либо выбрать отдельные границы и указать тип линии. Важно сначала выбрать тип линии, например, вот такой. И только после этого указывать, какие границы мы хотим провести. Внешние. Здесь в окошке будет показан результат наших действий. Нажмите ОК. Чтобы посмотреть изменения, нужно снять выделение с текста. Вот у нас появилась внешняя граница для всей таблицы. Посмотрим, что еще требуется сделать в этом документе. Есть еще граница для верхней строчки таблицы. И здесь таблица полностью умещается на экран. Вернемся к нашему файлу. Чтобы таблица помещалась на экран полностью, можно уменьшить ширину столбцов. Например, первого столбца. Дальше всех столбцов, где у нас информация по дням. И при необходимости можно уменьшить ширину последних пяти столбцов. Если текст «Другие причины» перестал помещаться в ячейку, можно этот столбец чуть-чуть расширить. Теперь проведем внутреннюю толстую границу таблицы. Для этого выделим ячейки шапки. Теперь откроем меню «Формат ячейки». Закладка «Граница», «Тип линии» тот же самый. Выбираем «Внешние границы», говорим «Ок». Задание выполнено. Сохраните этот файл в рабочую папку «Мои документы». Для этого выберите меню «Файл», «Сохранить как». Имя файла напишем «Табель». И выберем нашу рабочую папку «Работа в Excel». «Сохранить». В этом уроке мы познакомились со способами оформления данных в программе Excel. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...